I have ways of blowing things off. И до сих пор я не получил от вас никаких советов по тому, как добраться к тому сундучку, не сундучку, что там было через обрыв. Поэтому я двигаюсь дальше, честно. Я не пойду туда рисковать. Поэтому, наверное, давайте оставим. В крайнем случае, если там было что-то интересное, вы мне об этом расскажете. Но пока что мы двигаем дальше на третий этаж. Вроде как, кроме той вещи, тут больше никаких тай не осталось. Не знаю как. Хорошо. Третий этаж. Кстати, да, было очень забавно. Ну, вы об этом не написали, но я сам об этом успел подумать, пока монтировал видео и всякое такое. Я испытываю магию, а потом, когда приходит время драться со скелетами, я такой... Ааа, просто руби их. Я даже не попытался ничего на них использовать. Это было крайне глупо. Так, хорошо. Я сейчас просто напомню себе, что это такое. Это почувствовать разум и эмоциональное состояние. Это, кстати, можно включать. Это у нас... Вот это первое и третье. Пусть это будет первое и второе. И вот эта штука, это у нас что? Это confusion. Сделаем так. Ну, с красным под слоечкой сюда, с желтой под слоечкой сюда. Ты у нас... Успокоить. Вот. Значит, четверка это у нас успокоить. Третье это... Запутать четверку, успокоить. Это доверие. А это... Чтобы он еще и подчинялся моим командам. Хорошо. Значит, первое. Открыть эмоциональное состояние. Хорошо. Хорошо. Я постараюсь это все запомнить, потому что я этим не пользовался. И мне сейчас тяжело... Так. Первое. Первое, второе. Это открыть эмоциональное состояние. Третье. Это запутать. Четвертое. Это успокоить. Попробуем. Здесь у нас вроде как еще зомби. Здесь не будет ни... Карта у нас вообще вот так вот должна быть, да? Ну, хорошо. Здесь еще не должно быть ничего такого особенно страшного. Почему я не могу вот это снять? Оно настолько приржавело. Там какие-то мечи, кстати, неплохие. В бою не всегда можно сосредоточиться на том, что нужно кастануть заклинание. Да и вообще, в принципе, я же говорю, я к этому не привык. И для меня это сейчас тяжело. Когда я, допустим, 40 серий играл по одному, грубо говоря. А теперь нужно играть по-другому. Ну-ка, так, С1. Синее. Синее это спокойные, да? А, это я разочек подсветил. А если я сделаю С2? Это он начал сейчас беспокоиться. Почему у него мозги стали другого цвета? Таким образом можно... А, это у меня будет постоянно занимать вот это количество энергии. Я понял. Это, кстати, интересно. А это проход у нас обратно... На... Молодец. Да, это проход обратно на второй уровень. Хорошо. Сейчас я просто на секундочку с карты сверюсь, что это он. Да, это вот эта круглая комнатка. В общем-то, это наш обычный проход. Давайте просто на минутку быстренько посмотрим сюда. Знаете, с этой штукой можно ходить. То есть, она не... Она вот заняла себе кусок манны и больше не тратит. Я, наверное, попробую вот так сегодня походить. Ну, не полностью весь день сегодня, но вот... Мне интересно, как это все будет работать. То есть, я всегда буду видеть, насколько агрессивны NPC. Посмотрим. Вниз двери нету. Ну, не вниз, а вот сюда. Да, получается, там у нас выход к церкви и к кладбищу. Здесь у нас выход на второй этаж. Получается, пойти мы можем только сюда. На север. Еще бы понимать, что значит. Я так понимаю, что чем краснее, тем хуже. Или как это все равно. Там дверь я видел. А, ну тут тоже дверь. Эта дверь заперта. Что-то у нас по традиции... Правая дверь постоянно заперта. Что на втором этаже, что на третьем. Дружище, ну а как мне с тобой? Что мне с тобой? Ну, отошел бы ты, наверное, не знаю, а? Что скажешь? Так, как там было... Нет, минуточку. С4. Я не могу его успокоить или что? Или он уже разозлился, типа. Фиолетовый. Фиолетовый это, типа, мертвый. Но я использовал манну какую-то. Я использовал какую-то манну, но при этом... Хм, да. Еще предстоит понять, как это все работает. У него, кстати, короткий меч был. Чувак уже неплохо вооружен так. Ты... Он, кстати, до сих пор не успокоился, смотрите. Ну что, как у тебя дела? I'm good. У него все нормально, хорошо. Нам все-таки придется убивать людей. Ну, я ему кастанул в спокойствии, но он не успокоился. Погодите, это вообще спокойствие было? Ну-ка, 4. Это вот это было? Да, спокойствие. Может быть, нельзя успокоить человека, который уже в драке находится? Это, кстати, логично. То есть, можно успокоить чувака, который еще не заагрелся на тебя, но тот, который уже напал, ну, то есть, напал и напал, и все. С ним тоже ничего не взял. Аж тут точно двери... А, тут точно двери нет. То есть, он что-то тупанул. Пойдемте. Чем быстрее мы найдем карту, тем будет лучше для нас. Видите, они начинают желтеть. Да пройди ты! Ёхо, красота. А фиолетовый это что? Фиолетовый это страх? До свидания. Так. Не, у него все нормально. Это по мне попадают. Это кольчуга? Это легкий гамбизон. Вообще, чего у меня с гамбизоном? Ну-ка. Не, у меня хороший. Да, насчет ржавых вещей и всякого такого, это я знаю, ребят. Я и так стараюсь проверять каждую вещь. Так, которая мне кажется будет логичной. Кожаная. Да нет, такое себе. Тут. Мы же с вами в оружейке находили... Это... Разные шлемы. Я же вам еще сказал, что они типа все разные и всякое такое. Вот, поэтому вещи надо проверять. Это я знаю. Спасибо. Может, я где-то и прошляпил какую-то вещь, но в принципе я в курсе, что нужно делать. С4. 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 Успокоил я его, не успокоил. Давайте мы на нем проверим, что еще можно сделать. Есть С5. С5. С4. С3. Погодите. С4. Только С2. Это я уберу. Теперь С... Странно. Теперь это сработало. Теперь С5, может быть. Ну, типа я его успокоил. Он мне, может быть, доверяет. Еще что-то. С2. Ну, он нервничает. Но он более-менее спокойно нервничает. Сколько тут дверей. Короче, ладно, будем экспериментировать. Я не знаю до конца, как все будет работать. Кстати, а это случайно не то место? Это не то место со шкафом? А это то место. Я просто думал, что камень здесь. Да, это... Окей. Да, это секретка со шлемофоном хорошим. Это я вспомнил. Насколько он хуже или лучше? А он прям хорош. Да, он прям хорош. Так что давайте делаем вот так. Вот этот шлемчик мы потом отдадим нашему другальку. А что потом? Давайте сейчас отдадим. Так, нет, я не то хотел спросить. Я хотел сказать вот так вот, чувак. Покажи-ка мне свое оборудование. И... На тебе вот этот шлем. Вопрос тогда вот еще в чем. Будет ли он видеть без факела? У тебя два таких счета, что ли? Ну-ка. Отдай мне ее. Спасибо. Я у тебя заберу, если ты не против. Ох! Блин, вы видели, сколько он мне неудобства докинул? А... Ага, а второе оружие я в руку взять не могу, да? А блин, а толку мне тогда? Что я... Ммм... Так. Пояс этот я нафиг выкидываю. Хе-хе-хе-хе. Тут у нас карты. Карту второго уровня мы тоже сюда положим. Она нам уже не понадобится в эту шкатулку. Мы положим вот эту записку. Хмм... В мешочек сложим камушки. Какие бы они там ни были. Немножечко разгребем инвентарь. Зачем-то я пенсона до сих пор с собой ношу. На, дружище, тебе надо. Носи на здоровье. Так, этот шлем, получается, мы тоже здесь оставляем. Ну, щит мне добавляет слишком много неудобства. Да, по скиллам. Я, насколько понял, что теперь получается... Как-то вот так, да. Мы теперь ставим, что мы хотим качать, и оно качается. Вот таким вот образом. И, ну, как бы, да, изменили. Я не совсем понимаю теперь, как-то все. Нам нужно еще третью броню. Но мы очень много пропустили по магии. Поэтому я считаю, что нужно бы магию сейчас догонять. Ладно, мы взяли... Он нормально видит в темноте или не очень? Вот какой вопрос. Если что, я ему просто факел отдам. Погодите, если там... Ааа! А это очень странно. Если север, там все карты у нас были на север. Мне почему-то запомнилось, что эта комната находилась в другой части. Или я что-то путаю. Я и про кнопку-то забыл, что она с другой стороны. О, свиточек. Я его сразу себе сейчас переложу. Так. Как тебе известно, я поместил у тебя очень особый заказ. Дал очень значительную часть оплаты. И почему до сих пор у тебя ничего не слышно? Так, это Heavy Mail. У меня три... Ну, у этой штуки три, а эта точно такая же. Значит, можно будет опять же тебе. У тебя есть вообще кольчужка-то или нет? Есть. Два с половиной. Да, похуже была. Окей, это мы оставляем. Немножко лутанули. В шкафу. Ну-ка, в шкаф. В шкаф. В шкафу ничего. Ладно. Насчет того ключика, кстати, было довольно обидно. Я бегал, бегал, искал эти ключики. Он тупо просто на столе лежал. Я под столы заглядывал, в углах смотрел. Всякая такая... А он тупо на столе лежал. Ладно, спасибо, что кинули тайм-код. По крайней мере... Было на что посмотреть. Так, у нас топорик, перечница. Эээ, все фигня. Тут... По идее, на этом этаже мы находим хороший меч. Очень хороший меч, который мы отжимаем у следователя. Вот. Но до следователя еще нужно дойти. А во-вторых, следователя нужно еще убить. И оно не все так просто в этой жизни бывает. Я был бы не против карту найти. Прямо сходу. Потому что я ее и не помню. Нифига. Так, это у нас закрытая территория. На 4 помещения. Все 4 помещения тоже являются закрытыми. И зона, по сути, тупиковая. Мы просто взяли шлемофон. Визор. И все. Этот у нас, дружок, куда-то свалил. Ну, как бы фиг с ним. Я по нему скучать не буду. Куда он мог свалить. Погодите. А вот это что? А это что-то другое. У нас кругляшковая комната. Испарившиеся баночки. Я вот сейчас стал замечать. Ну, не то, что его замечать. Больше обращать на это внимание. Что... Так, погодите. Давайте я, наверное... Вот эту штуку пока вырублю. Больше стал обращать внимание на то, что реально здесь не осталось ничего съестного и съедобного. Здесь все давно испарилось и пропало. Вещи пооставались. Зомби пооставались. Даже вот мы, люди, пооставались. Но все баночки, смотрите, написано... Бутылка тут все-то. Обычно написано, типа, что содержание полностью испарилось, полностью улетучилось. Кстати, свет-то он более тусклый все-таки с этим. Вот так он поярче. Но так он отдает тень. А с тенью тяжелее видеть. Поэтому можно вот так вот смотреть. Ладно. Все равно бы ищет пропустить. Что это за грибы? О, круглый нож, погодите. А такое было раньше? Или он просто форму поменял? Нож по коже. Ну, то есть, для обработки кожи это нож не боевой. Но у него есть уроны. И можно, типа, людей резать, если что. Мне показалось, у меня рука пустая. Нет, у меня меч в руке. Все нормально. Пойдемте с этой стороны глянем. Тут у нас тоже ничего. Чертовы табуретки. Табуретки я прямо начинаю уже потихонечку ненавидеть. Потому что они валяются везде. Ты об них спотыкаешься везде. Вот это фигня. Это мастерская стеклодува. Ее, кстати, нельзя посмотреть. То есть, у нее не урона, ничего нет. Ее может просто поднять. Прикиньте, вот такой набалдажничек взять и кого-то по голове этим фигачить. Ай! Перестань, пожалуйста, падать. Ну, тут у нас просто металлический пруд. Но он... Опа! Прыжки с шестом. Да. Новая дисциплина. Новая дисциплина. Хорошо. По сути, место тоже тупиковое. Мастерская это. Ну, видимо, да. Сундучки я посмотрел. Там ничего такого не было. Значит, круглая комната. И... А, вот это вот что еще? Просто уборная. Хорошо. Открыли еще одно тупиковое местечко. То есть, в принципе, весь этот поворотец у нас тупиковый. И... И... Шмотать он был вот... Хорошая кольчужка и хороший чайничек. Ладно. Идем дальше. Ну, и он там остановился. Нет, не остановился. Идем. Выходи. Я не хочу всех убивать здесь. Я не хочу драться. Я не хочу подвергаться лишней опасности. Пойдем. Ааа... Нормально. Нет, ненормально. Я думал, на дозе успокоительного пройдет. Нет. Оно все равно заагрелось. Мочи вот эту. Есть. Хорошо попал. Хорошо. Все, угомонили еще двоих. Ну, потому что... Ёлки, ты начинаешь бить одного, а не сбегаются оба. Ладно. Надеюсь, что за драку... Эээ... За драку дают экспу. Потому что... Ну, хотя бы так мы тогда проживем. Можешь, пожалуйста, не закрывать? Так. Ты кто такой вообще? Кожаный жилет. Да нет. Пожалуй, мне мой доспех сейчас больше нравится. Так, тут дверь. Там проход. Ну, пойдемте все подряд лутать. Ооо, да-да-да-да-да-да. Тут тоже дверь. Ладно. Не все подряд. Что тут? Погодите, а это разве не место, которое... Ммм... Тут случайно не будет сейчас сапожной мастерской? Вот здесь вот. Нет, это тоже какая-то мастерская ремесленная, но... Мне что-то кажется, что это тоже тупиковое место. А, тут гончар! Точно, тут гончар. Стол я никак подвинуть не могу. Мне немножко подбешивает, что у меня осталось так мало здоровья, но мне все равно еще до сих пор жаль тратить на себя банку. Поэтому я, наверное, еще немножко так похожу. О, вот эти тележки. Я их помню. Я эту тележку. Я ее очень сильно помню. Блин, у меня теперь, по-моему, остались... Осталась психологическая травма от этой тележки, от этих стульчика, от всякого такого. Вот, чтобы вас... Так, гончарная мастерская. Что-нибудь интересненькое будет, нет? Нет, да, да, нет. Мне нужно поскорее... Поскорее уровень прокачать. Он сейчас, вот именно сейчас, он почему-то мало-то качается. Блин, прикольно. Садится вот здесь человек, вот крутит колесо. Лепит, неплохо. Что-то лепится, а что-то и не лепится. Там вроде ничего нету. Потому что мне хочется избавиться от вот этого синего плюсика. Мне не нравится, когда у меня что-то мигает в интерфейсе. И эта штука меня сейчас бесит. Но прокачать я ничего не могу. Потому что, собственно, у меня некуда это все качать. Мне не хватает скилла. И мне сейчас просто хочется, чтобы этот один скилл пришел поскорее бы. О, хорошо. Надеюсь, что эта лока тоже тупиковая. Да, это... Я сейчас вспомнил. Это комната в виде камня. И тут краски. Там гончарили, тут раскрашивали все эти изделия. Я теперь вспомнил эту мастерскую. Да, было такое... Я еще, типа, удивлялся, что вот это такое. Это вот палитра. Все стаканы с краской. Это все абсолютно бесполезно. Здесь вроде как вообще ничего нету. Я как-то писал уже, было бы очень круто, если бы позволили этим банкам разбиваться. С большой высоты, когда они падают. У них есть звук, как будто они полые и хрупкие. Но при этом, когда их бросаешь, они не разбиваются. Хотя, вон, осколочки от банок лежат. Вот, видите, разбитые. Ладно, гончарная мастерская и покрасочная мастерская, собственно, гончаров. Она тоже открыта. Ну, в смысле, тут ничего вроде как нету. И это... Замкнутое пространство, грубо говоря. Так, что тут за дверь? А что так темно? Ага, и тут ничего нет, суперски. Валим отсюда. И тут у нас, грубо говоря, тупичок с двумя дверями. Давайте посмотрим, заперты они, не заперты. Тут у нас какой-то раскольников с топориком. Интересно, можно убить вот так вот дверью? Он такой шаг вперед делает, тымут дверь с размаху, бах, и по лбу, и все. А, вот эта дверь заперта. А там у нас коридор. Хорошо. Пойдем тогда вот сюда вот. С1. И С... С4. Поверьте, а почему я не могу сразу костануть? Есть. Успокоительная надолго не работает, блин! Собака. Собака. Успокоительная надолго не работает. Типа, да, оно работает, я вижу эффект, человек, ну, этот зомбачок успокоился, типа такой, все, ладно, все нормально. Но как только ты подходишь к нему еще ближе, он все равно начинает нерочить. То есть, эта штука не подходит для того, чтобы проходить такие двери. А тут зомбаки, они как будто специально все стоят именно в дверях. Так. Что у меня под перчатку? У меня же перчатки прям хорошие, да? Да, да. То есть, на это пока не надо заглядываться. Я посмотрел, наконец-то разобрался с перчатками на ручьеме для нашего друга Лька. То, что он сейчас одет в лучшее, что только возможно, из того, что было у нас. Так что, с этим никаких проблем. Блин, это просто пустое место. По-моему, только на первом этаже у нас пооставались живые, потому что каким-то образом я их там смог пообходить и всякое такое. На втором этаже, я думаю, что мы всех убили. А если не всех, то очень многих. На третьем этаже мы сейчас тоже валим абсолютно всех. Так, это что-то сундук, который только что смотрел, да? Да, все, хорошо. Ну, это откладывает некий отпечаток. Я об этом говорил еще, когда заканчивал первое прохождение, что второй раз я не смогу пройти точно так же. Аккуратненько всех обходя и аккуратненько все делая, я буду ломиться на пролом, потому что я уже буду знать, насколько они опасны. И у меня уже не будет вот этого терпения отойти, подождать, пока он отойдет от двери, такой, ну, пожалуйста. Вот сейчас мне приходится валить дофига народу. С одной стороны, с другой стороны, так же, потому что со мной напарник. И там, где я бы один мог бы, например, аккуратненько протиснуться, даже когда на меня не всегда агрится, агрится на нашего другалька и начинается свистопляска. Так, ладно, меньше болтовни, больше ключей. Нет, не будет ключей. Переставили так. Я вообще уронить ее хотел, ну ладно. Ты кто? Че это такое? Ну вот, бутылочка, содержимое которой давно испарилось. Фигня, фигня, фигня. Вообще фигня. Так, шкафчик. Дайте мне что-то интересное. Ну, прям вот серьезно, пожалуйста. О! Согласен, это интересно. Я это не буду одевать, но Вулг это длинное двуручное оружие, это интересно. Дима, чуни, вот такой себе... Ну, а это что-то, что-то, по крайней мере, необычное. Не какие-то шмотки, а прям в шкафу стоит пол-экс. Это, наверное, неплохо. Так, а тут что у нас? Ты кто вообще? О, конторский столик. А конторские столики это всегда интересно. А, и на не в этот раз. Не, ну тут, конечно, есть рубин и циркуль. Рубин, да, я потом положу. Я не знаю, зачем их собираю, а потом, скорее всего, их тоже выкину. Ну вот, тянется рука. Я вот как сорока, я не могу взять и не взять такую штуку. Черт, конторский столик... А вот верхняя часть, она же такая же. Да, это вот целиком она все подсвечивается. Дима. Ладно. Давайте вернемся еще раз. Ну, мы тут еще, по-моему, не все досмотрели. Или все? Тут помещение довольно запутанное. Я сейчас пытаюсь у себя в голове держать карту, но чем дальше я хожу, тем больше эта карта рассыпается просто в клочья, в щепки. Мне бы найти реальную карту. Ну, как обычно, я захожу на уровень, прохожу несколько коридоров и начинаю найти эту... Ну, мне бы нормальную карту. Вот это что это? Ну, в общем, да, вы меня знаете. Если вы дожили до 40... Какая-то уже серия. Блин, я даже не помню. 45-я, 46-я? Те, кто не хотели смотреть, они уже давно поуходили. Ладно. Давайте не зацикливаться. У меня просто... Понимаете, у меня вот тут ключ, лежащий на столике, вызвал некую фобию. Я теперь боюсь пропустить что-то, лежащее на очень очевидном месте. Поэтому иногда приходится копаться носом. Я вижу там вещи, я сейчас пойду гляну. Сначала здесь посмотрю, потому что тут вроде как тупик. Вот. В общем-то, да. Ладно. Вот так вот игры оставляют у нас душевные травмы. Ты кто? Ты карандаш? Крас... А! Что, блин? Это не крас показалось. Write down, read. Ну, ладно. Ну, тут я нормальных шмоток не найду, потому что мы завалили того скелета, и с него мы подобрали слишком много крутых вещей. Мне кажется, что здесь... Вот здесь будет вот это, что очень важно. Вот это вот реально очень важно. Давайте я пустую баночку сюда сложу. Человек потом придет сюда, вот, откроет, увидит, что баночка на месте, и подумает, черт, неужели я уже использовал такой... А, ладно. Ляжет и помрет. А мы заберем полную баночку, и у нас все будет хорошо в жизни, да? Так, легкое пальто, оно у нас вместо кожаная туника полтора от прорубания, а это у нас половиночка от всего. Да, ну, хорошо, давайте. Хорошо, я не спорю. Что в шкатулочке? В шкатулочке ничего есть, просто шкатулочка. Давайте я шкатулочки буду все-таки собирать, потом часть отдам нашему напарнику, раз он может таскать шмотки. Я, в принципе, сейчас доволен как слон, потому что мы нашли все-таки баночку. Блин, а прикиньте, сейчас с апдейтом сделали, что баночку можно носить, заполнять где-то. Мы уже знаем, что в светильниках точно такое же вещество, которое нас лечит. То есть, вы понимаете. А его, допустим, можно заполнять только в ту баночку, которую ты уже использовал. Бред, конечно, я понимаю, насколько это бред. Но а вдруг... Так, тут у нас кожаная. Это вот вместо туни... Вместо этого, да? Оно будет давать... Угу. От порезов единичку, а не половинку. И все остальное по половинке, что неплохо. Шесть. Так, я доволен как слон, что мы сюда зашли. Да, такая спаленка. А куда, кстати, подевались все матрасы? Они все сгнили, к черту? Ну, то есть, тут же когда-то было какое-то тряпье. Почему тогда шмотки не сгнили, если матрасы сгнили? Что за дискриминация? Так, хорошо. Здесь мы более-менее забрали то, что нам нужно было. Это просто туалет. Похоже на какие-то... Ну, то есть, смотрите, там были мастерские. А вот эти комнаты выглядят, как будто здесь жили подмастерье, рабочие и еще кто-то. Даже не знаю. А это случайно не то, что я думаю? Ну-ка. Огромный коридор. Тут тоже... Погодите! Да! Это этот, грубо говоря, Т-образный коридор. Тут туалет и там туалет. Мы можем вот сейчас сюда сходить, посмотреть. А потом вернемся. Как бы нам на этого чувака-то не напороться. Который сюда пошел. Ну, не надо. Ну, не надо. Если я не ошибаюсь, вот в эту сторону сейчас будет тупик. Сейчас мы зайдем, глянем. Если я правильно помню этот кусок карты. Я надеюсь, что я его правильно помню. То вот эта часть, она полностью тупиковая. То есть тут один или два зомбака. Но мы сейчас быстренько все тут лутанем. И сюда можем потом не возвращаться. А если мы тут еще и не подеремся, тоже было бы хорошо. Я не знаю почему. Но вот этих вот ребят. Но мне неохота их убивать. Они агрятся. Но потому что они тупые. Не потому что они агрессивные. Так, погодите. Это просто чертов ящик. Оно такое скатывается. Тынк, тынк, тынк. Тут точно ничего нету? Погодите минуточку. Откуда тут свет? Здесь свет. Но откуда он? Тут нету лампы на стене. Ого, сколько мне неудобства шлем дает. Нет, ну а мне дает много удобства также. Но все-таки. Откуда здесь свет, ребят? Лампы же обычно свет дают. Откуда здесь-то свет? Здесь не может быть света сверху. Потому что мы на минус черт знает каком этаже. Что за фигня? Ну, то есть тут светильник на потолке. Это я могу... Может, там тоже светильник, типа, на потолке? Ммм. Ладно. Что-то я слишком скептически настроен. Черт с ним. Карта? Фиг. Так, хорошо. Легкая куртка, ботинки, куртка, высокие сапоги. Вещи неплохие, но нет. Ничего я не хочу. Сундуки? Подшлемничек? А подшлемничек, кстати, подшлемничек. Ну-ка. Я просто не помню, что у нас. У нас... А, у нас еще и получше. Фига себе. Но я его сейчас попробую предложить нашему вот этому пареньку. Так, сапоги тут никакие. Зигурд, я тебе принесу эту кружку, не переживай. Так, покажи-ка мне и квип свой. И примерь-ка вот эту штуку. Да, явно получше, чем то, что у тебя. Так что на этом мы и закруглимся. Это у нас поножи на два с половиной. Тут у нас поножи на два с половиной. Тут мы с ним одеты. Смотрите, ноги одеты примерно одинаково. У него нету кольчужных поножей. Ну, надо будет, кстати, ему найти кольчужные поножи. Но, в принципе, мы упакованы довольно неплохо. Поэтому на этом этаже можно довольно смело вступать в бой. Но я все равно не хочу этого делать. Два сундука. Очень многообещающе. Но один не какущий, а второй... Хе, тоже. Спасибо. Не, ну, они честно положили два сундука. Просто в сундуке ничего не положили. И тут у нас сундучок. О, сундучок с кожаным шлемом. И... Случайно не забрало? Нет, нормально. Так, тут ничего. Тут... Тут штанца. Нет. А ты кто такой вообще? Печать какая-то? Ну-ка, я не знаю. Я заберу пока что. Я не знаю, зачем она мне. Что у нас там? Не, ну уровень приближается потихонечку. Просто слишком потихонечку. Все. Как я и подозревал, что у нас это место абсолютно пустое. Вот мы его облутали. Вот мы из него выходим. Погодите. Разве не сюда мы из него выходим? Сюда? А, сюда. Все. Все верно. Мы из него выходим, и мы сюда не возвращаемся. Ты у нас дурачок. Стой. С... На, тебе успокоительного. Ну вот видите то, о чем я и говорил. Ой, ёппарасоте. Типа, я бы пробежал, но он в него врезался такой со всей дури, и все. До свидания. Вот эта часть, по-моему, вроде как тоже тупиковая, если я правильно помню. Давайте зайдем, глянем. И можно будет вернуться туда, к Т-образному коридору с двумя туалетами. Ну, грубо говоря. Тут прачечная. А, какая прачечная? Это, конечно, Министерство культуры. О чем это я? Так. Прачечная, фигачечная. Тут вроде как просто тоже лутальня, поэтому... О, неплохо. Ну, хуже, чем у нас, но неплохо. Надо углы просматривать иногда. А то я что-то с такой уверенностью хожу, нашел сундучок, зашел, и все. А может, нам еще что-то будет, кроме сундучка. А, тут тупо ничего. А, нет, нет, вот сундучок есть. С вот этой фигней, которой я, опять же, не помню, не то, что не помню, не знаю, что он... Погоди. Гамбизон на 2,2? А, это такой же, как у меня, кстати. Другалек, стой, а у тебя какой гамбизон? Ну-ка, мне кажется, у тебя что-то похуже. На 1,5, да, он чуть-чуть похуже. Ну, на половиночку улучшили тебе. Обматываемся просто как капуста, лишь бы не убили. Потому что вот это, по сути, вот эти 3 этажа, ну, 3,5, учитывая кладбище и скелета, это же просто подготовительные, потому что весь главный звездец у нас начнется оттуда, после портала. Я не считаю, что я кому-то сейчас что-то спойлерю, потому что это второе прохождение, люди. Кто не видел прохождение, смотрите, первое, и будет вам счастье. Потому что здесь мы уже обсуждаем те вещи, которые нам известны. Так. Потому что у них все-таки карты, и в меня кинете, а, ребят, ну, прям, ну, нужно, ну, очень хочется. Вот такие пустые, странные комнаты, они очень пустые и странные. Ну, ладно, они не странные, понятно, что тут просто какой-то шмот хранится, какие-то выпивки, тарелки, кладовки. Тут ничего не должно быть. Мне, в принципе, тут никто ничего не должен. Но все-таки, как бы, я захожу, я рассчитываю на то, что здесь что-то будет. Я не имел в виду, что тут будут тормоза, нет, на тормоза я не рассчитывал. Еще одно министерство культуры, хорошо. Ну, все. То есть, зона у нас полностью тупиковая. Здесь мы были, там мы были. Тут мы поговорили с этим чуваком, мы договорились, все нормально, он нас пропустил. Возвращаемся в Т-образный и идем в эту сторону. Посмотрим, как все будет. Так, тут туалет, там у нас, вот, проход. Два. А, это у нас такая же двойная комната будет, да, сейчас? Тут пояс, какая-то синяя печать. Ладно, я их не буду брать, я вон взял одну красную, я думаю, мне этого хватит. Это сапоги в углу стоят? Да, просто кто-то снял сапоги и ушел нормально. Так, тут. Тут наплечники есть. Наплечники примерно такие же, какие... Ну-ка, вот это посмотрю. Да, такие же, как я отдал нашему другу Альку, тут, по-моему, у него даже получше, поэтому... Нет, спасибо. Да, это у нас будет такая же двойная комната, как и с той стороны. Они зеркальные, более-менее, поэтому смысла как-то тут сильно колупаться нет. Я все облутаю, конечно, но насчет карты заморачиваться... Да. Сундучок. Ну, в сундучке мыльно-рыльной принадлежности. Такое. На столах... Я не могу это поднять, серьезно? Я не могу эту вещь поднять. Она неактивна. Ха. Это очень... Странно. Так, тут еще один конторский стол, еще одно спальное место. Кость. Неплохо. Вам в горло кость, гвоздь. Хорошо. О, сундук, который выглядит очень многообещающе. Хм. Пусть здесь будет что-то хорошее. Да. Намордник для нашего соратника. И... Расческа? Я сделал себе персонаж с волосами, я, конечно, понимаю, но... Вот, наверное, вот это брать не буду. На, держи. Сейчас все ходят в масках. Ай, да, очки пришлось снять. Сейчас все ходят в масках. Сейчас время такое, привыкай. Поэтому, я думаю, нам безвыходно. Такс. Ну, я думаю, это место мы зачистили. Минуточку. Так, пардон. Пришлось прерваться. На секундочку даже выходил из игры. Кстати, пока я был в менюшке, посмотрел, надо было, наверное, вам тоже показать. Сейчас наш персонаж выглядит... У него полностью закрыто лицо. То есть, у него же на шлеме этот визор, который освещает нам... Кстати, вот эти ковры, они не двигаются? Да, так вот, визор и... Как эта штука называется? Почему я никогда не могу это запомнить? Бивор. Да. Very well made plate beaver in somewhat worn condition. Да, так вот, вот этот вот намордник и визор, они полностью закрывают лицо. И получается, что... Ну, нам сейчас, если колотушку по голове дадут, вот это проведет урон. А так, голова у нас сейчас довольно хорошо прикрыта. Да и наш другалек, он тоже с козырьком, с таким же намордником. У него тоже все хорошо в жизни. Пойдем, пожалуйста. Нам надо двигаться дальше. Кстати, по поводу того, что апгрейды... Ну, апгрейды, апдейты в экзаниме, это плохо, потому что это забирает время от основного проекта разработчика. А, погодите, я это место запомнил. Сейчас у нас направо будет обувная мастерская. И потом, когда я из нее выходил, я в прошлый раз дрался с... С следователем, детективом. Оп, здравствуйте. Это то место, которое я думаю? А, нет, это не то место, которое я думаю. Успокойся, пожалуйста. А, ты уже успокоилась, все нормально. Хорошо. Тут будет карта. А, тут будет записка. А, и тут будет ключ. Да ну блин, ну... Ну почему, когда я лутаю, начинается вот эта фигня? Что я тебе сделал-то? Ты справишься? Хе, оно побежало. Нет, стой! Черт с ним, пусть валит. Иди сюда. Мне он нафиг не нужен. Я вообще не хотел с ним драться. Тут ключ. Ключ, глюч. Ключ я, конечно же, заперу. Заберу, говорю. Спасибо. Записка. Записка у нас говорит... А, когда они... Типа, что некоторые салаты пытаются меня запугать. Чтобы я дал им некоторые определенные вещи. Я совершил несколько ошибок, пытаюсь им объяснить, почему мы ограничиваем доступ к использованию этих вещей. Они определенно со мной не согласны. И от этого они любят меня еще меньше. Типа, они еще больше отрицательно ко мне настроены. Нужно ли осведомить капитана? У меня не остается выбора. Это придет мне к еще большим проблемам. Опять же, все эти записки мы с вами уже читали. Большую часть из них даже на русском языке. Ждем пока... Кстати, фишка в том, что вот игрушку выпустили в бету. И в бете у нас сломался русификатор, да? Мы ждем пока русификатор починят. Мне это, в принципе, не особо важно. Но я так понимаю, что некоторым людям в прохождении это может показаться... О, кстати, штанишки неплохие. Это может быть довольно важным, поэтому... Ладно, посмотрим. Что у нас тут? Ботиночки ни о чем. И тут... Тут тоже ни о чем. Хорошо. Получили записку, получили ключ. Ключ, это очень важно. Тут просто... Просто здравствуй. Две запертые двери у нас были. Две запертые. Я сейчас попробую вспомнить, где... Хочу ли я к ним прямо сейчас возвращаться? Вот, наверное, в чем вопрос. И ответ будет... Нет, я сейчас попробую пойти дальше. Может, оно как-то все закольцуется. Черт его. Потому что я перепутал это место. Я все пытаюсь найти ту... Мастерскую, Которая мне запомнилась. Но это все никак не она. Это у нас выход обратно в коридор? Погодите. Тогда я, получается, дверь пропустил. Там кто-то за стенкой упал, слышали? Перецепился через корзинку и такой... Треск корзинки. Треск костей. Зачем я здесь? Тут местницкий топорик. Тут... Что-то еще. Очень сильно не хватает чуть больше подзумить. То есть, чуть-чуть больше приблизить. Вот, реально, очень много мелких деталей, которые я хотел бы рассмотреть, но мне это не получается. Потому что только не дают мне этой возможности. Вышел я отсюда, да? Я из лесу вышел. Был сильный мороз. Вниз можно было пойти и вверх. Ну, давайте тогда вниз сейчас ломанемся. А, тут туалеты. Туалеты никуда не выходят? Это просто комнатка, да? А это куда нас выведет? А я случайно не на выход? Так, это... Нет? Серьезно? Ни один из этих ключей не ведет... Мне кажется, мне кажется, что... Что эта комната, возможно, будет... Это какой-то шорткат. Но у меня ключ не от нее. Хорошо, туда я пройти не могу. Ах ты ж, я тебя не заметил! Твари кусок! Фух! Смотрите, сколько мне уже урона нанесли. Ну, это свинство какое-то, с моей стороны, конечно. Так вот ловить урон. То есть... Чем он меня? Молотком ударил? О, погодите, я это... А, я этого места не видел? Я пробежал мимо? Подшлемник. Ключ! Кстати, просто еще один ключ. Надо их немножко упорядочить. Что-то они у меня начинают валяться. Это не очень хорошо. Может, мне эту маленькую банку выжрать? Ладно, посмотрим. Сиди там. Я пойду ключ проверю. Это просто ящик. Ну, просто пока мы недалеко, пока мы не сильно ушли. Я этот проход просто пропустил как-то. Даже не знаю почему. Ау. Это не я ударился, но все равно я сказал ау. Так, половину хпшки мне уже снесли. И я немножечко радуюсь, что... Да, это отсюда ключ. Нет, погодите, это не то, что я думал. Или это то, что я думал? Это то, что я думал. Да, да, все нормально. Это шорткат к выходу. Ну, вот эта дверка, которую мы тогда метнулись, она была закрыта. Вот мы ее сейчас и открыли. Это у нас шорткат, получается, направо. Супер. Чем больше открытых дверей, тем лучше. С другой стороны, я нашел еще один ключ. Я думаю, он на той второй запертой двери. В Т-образном, наверное. Посмотрим. Да, это я смотрел уже хорошо. Нужно было бы, наверное... Тут у нас два перца ходят. Два мне, в принципе, нафиг не надо. Шкатулка. Шкатулки ничего. И кожаный жилет. Чуваки, отстаньте. Вы вот мне вообще здесь просто нафиг не нужны. Это... О, там палаш. Ну, в смысле, не палаш, а этот, пол-экс. А, бердыш. Бердыш, кстати, тоже хорошая тема. Но он двуручник. Я как-то... Хотя, с другой стороны, у меня сейчас что, двуручники? У меня есть двуручник? Я могу ходить с дву... Стойте, а мне-то разница? Погодите, какой у него урон? Два с половиной, два с половиной. А, R... Танет... Сдрысни. Три и два с половиной. То есть, по идее, этот покороче, в замкнутых помещениях он получше. Но, если мне нужно держаться на расстоянии, я могу просто переключиться на двуручник. И со мной вообще ничего не станется. Кстати, знаете, в чем прикол? А... Вот я вот об этом задумывался. Тут есть еще факелы? Ну, то есть, вот у меня есть один факел с начала игры. А есть еще? Я, по-моему, нигде не находил. Тут везде эти магические лампы. Бердыш. Слэш три. Это, опять же, двуручник. Что у тебя на двуручнике? Погоди. У тебя билл на двуручнике, да? Ну-ка. По идее... Нет, слэш... Ну, во-первых, билл надо вернуть. Ну, в смысле, вернуть, выкинуть, наверное. Дам тебе вот эту штуку. И второстепенная... У тебя второстепенная тоже двуручный меч. На два с половиной, два. Может быть, вот эту штуку тебе дать на двуручник? Она одноручная? Нет, она двуручная. Хорошо. На, держи. У него проникающий полтора. У этого проникающий полтора. В принципе, то же самое, только лучше, чем меч. Может, разве что по длине не так хорошо. Ну, посмотрим. Я рад, что мы нашли два ключа. Открыли один шорткат. Нашли баночку. В принципе, мы неплохо идем. Получить бы уровень еще поскорее. Я там, кстати, смотрел. Да, он уже прям вот почти-почти. И мы сможем делать хорошие вещи. А это меч наверху? Коротенький. Но он ржавый. В ужасно поношенном состоянии. А это не вот этот? Да. Отлично. Суперски просто. О, это еще одно оружение. Ну, тут броня в основу. О! 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 Я помню эту штуку. Я помню эту штуку. Это очень крутой меч с тупым кончиком. Да. Значит, минуточку R. Вот так вот делаем. У него офигительные рубящие качества. Это я и положу, наверное. Баланс. Тут у него тыкающий два с половиной и... Пронзающий два с половиной. Погодите. Тыкающий два с половиной. Нет, по-моему, получше будет. Тут у нас слэш на четыре. Это длинное оружие со слэшем на четыре. Давайте-ка, наверное, я пока что вот так вот с ним и буду ходить. Покажи-ка, equip. Тут тыкающий на полтора. Тут тыкающий на два с половиной. То есть, это вещица. Longsword. А это... Two-handed sword. Это длинный меч, а это двуручный меч. То есть, двуручный меч мы нафиг сейчас выкладываем. Бердыш пусть у тебя здесь лежит. А ты будешь ходить с длинным мечом, потому что у него хорошая проникающая способность. И тут у нас... Это бил. Это бил. Это подойди ты, пожалуйста. О, погоди. Тут тоже что-то? Тут мечи. Проникающая на два слэш три. А ты у нас проникающая на два слэш три. Тут просто я по самым слэшам пользуюсь, поэтому я возьму себе слэш на четыре. Наколенники. Ну, по ножи. О, погодите. Это у нас заменят вот эти, да? Два с половиной, полтора, два с половиной. Два с половиной, полтора, два с половиной. Такие же можно нашему другу Альку отдать. Два с половиной, полтора, два. Эти чуть похуже. Вот видите, тут куча мечей, тут куча классных вещей, но я не могу приблизить, я не могу посмотреть. Так, это у нас наручи. Надо будет взять, посмотреть. Давайте и то, и то я сейчас заберу. Потом надо будет взять, померить просто все это как, ну, будет сидеть на нас. То есть, они же некоторые вещи с чем-то сочетаются, некоторые вещи не сочетаются. Все, ребят, давайте тогда на этом заканчивать серию. Продолжим в следующей, пока все продвигается очень хорошо, как по мне. Будем продолжать, будем посмотреть. Всем удачи, добра, бобра, всем молодышек, всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...